Город Троицк – один из 14 наукоградов Российской Федерации. Он появился благодаря развитию научно-исследовательских институтов, расположенных на 40-м километре Калужского шоссе. История Наукограда началась в послевоенные годы с Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. В 1977 году Академгородок, возникший вокруг исследовательских центров, стал городом областного подчинения. В 2007 году Троицк получил статус Наукограда. В 2017, в год 40-летия Троицка, это звание городу продлили еще на 15 лет. Новый импульс к развитию Троицк получил в связи с присоединением к Москве в 2012 году. Последние 8 лет, которые мы живем в Москве, мы живем в удивительное время. На территории, на которой располагается город Троицк, реализуются самые, наверное, масштабные городостроительные проекты в мире. Не просто в стране, в Европе, в мире. И, с одной стороны, это как бы почетно участвовать в таком проекте, с другой стороны, многие опасаются того, что этот городостроительный проект нарушит стройную жизнь маленьких деревень, небольших поселков, городов. И чтобы не было как бы вот этого опасения, мы в Троицке постарались сделать так, чтобы все вот эти вот процессы, городостроительные, они протекали гармонично и с учетом мнений жителей, и с учетом того, чтобы жизнь комфортно не ухудшилась. Сейчас в городе работают 10 научных институтов. Городообразующие организации осуществляют научные исследования и прикладные разработки в сфере ядерной физики, ядерной энергетики, сверхпроводимости, солнечно-земной физики, оптики, технологий производства сверхтвердых материалов, лазерных технологий и другие. Научные результаты исследований институтов Троицка получили мировое признание и широко известны за пределами России. Сегодня Троицк — это современный, благоустроенный городской округ, активно развивающийся научный, образовательный и культурный центр Новой Москвы. В Троицке более 14 тысяч рабочих мест, из них более трех тысяч в научных организациях. В 2015 году в Троицке начал работать нанотехнологический центр Техноспарк. Несколько лет подряд он занимает первое место в рейтинге наноцентров России. В 2020 году на базе наноцентра Техноспарк открылся первый в России центр гибкой электроники. Здесь изготавливают промышленные партии тонкопленочных транзисторных матриц и другие детали для электронных устройств по технологиям гибкой электроники. Центр городской жизни — Сиреневый бульвар, главная пешеходная зона Троицка. Она пользуется особой популярностью у горожан. В 2020 году состоялся конкурс проектов реконструкции Сиреневого бульвара. В результате из шести концепций, представленных архитектурными бюро, жюри выбрало проект, который станет основой для обновления главной пешеходной улицы Троицка. Конкурсу предшествовала большая работа по обсуждению реконструкции с жителями. В рамках проекта «Троицк-среда» троичане высказывали свои пожелания, которые легли в основу технического задания конкурса. Здесь же, на Сиреневом бульваре, расположен еще один бренд Троицка — Фонд новых технологий в образовании «Байтик». В 80-х годах именно тут начались первые в стране занятия для школьников на персональных компьютерах. Сегодня на базе Фонда новых технологий в образовании «Байтик» работает детский IT-технопарк. Он стал третьим детским технопарком Москвы и первым в Тинал. Троицк широко известен и другими образовательными проектами. Ежегодно у нас проходит фестиваль науки и физический марафон «Шаг в науку». В 2017 году стартовала школа повышения квалификации учителей физики. В Троицке уже дважды прошли всероссийские юношеские королевские чтения. На базе гимназии имени Пушкова ежегодно проходит конференция «Зов Вселенной». В 2020 году Троицк отметил свое 43-летие. Последние 8 лет из них он прожил в составе столицы. За это время неузнаваемо изменился облик его улиц. Появились новые пешеходные зоны и площадки для спорта, отдыха и игр детей. Последние годы стали рекордными по числу введенных в эксплуатацию скверов, велосипедных и пешеходных дорожек. Наверное, за эти 8 лет было сделано такое количество благоустройства, которое они делали, наверное, за все 40 лет предыдущие в нашем городе. Это и благоустройство продолжается. У нас огромное количество детских площадок, спортивных площадок. Все имеют возможность заниматься, играть, отдыхать. Появились новые скверы, появились новые общественные пространства. Эта работа тоже будет продолжаться для того, чтобы можно было спокойно перемещаться и отдыхать в городе. Появились первые велодорожки. Тоже очень приятно, что развивается велодвижение. Оно экологичное. Оно достаточно... Сейчас по той поготе, которая есть, достаточно долго можно использовать велосипед. И, опять же, здоровье укрепляет езда на велосипеде. Поэтому эта тоже работа будет продолжаться. Преобразились Академическая площадь, Октябрьский проспект, улица Солнечная. Проведено устройство зон отдыха, тротуаров, велодорожек, плиточного покрытия и освещения. Новой точкой притяжения стал Академический сквер, где появилась благоустроенная зона отдыха с современными малыми архитектурными формами. Одна из самых ярких достопримечательностей Троицка храм живоначальной Троицы. Строительство церкви началось в 2005 году. В 2016 году Попечительский совет возглавил министр культуры России Владимир Мединский, что дало новый импульс строительству храма. В течение года были закончены основные работы. В 2017 году строительство наконец-то завершилось. Троицкий храм был освящен. Праздничную службу провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Храм стал одной из архитектурных доминант нового микрорайона Солнечный. Живописный берег Десны стал благоустроенной зоной отдыха Заречья, где горожане любят проводить время с семьей. Здесь можно кататься на лодке, играть в пляжный волейбол, заниматься спортом на уличных тренажерах, просто гулять по дорожкам вдоль воды. В 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в Троицке зажегся вечный огонь. Сфера городского образования после вхождения Троицка в состав Москвы получила дополнительные возможности. Благодаря финансированию, выделенному из бюджета города Москвы, был достроен детский сад номер один «Успех» на улице Большая Октябрьская. А в 2015 году мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии нового детского сада в микрорайоне Солнечный. Также в 2015 году было закончено строительство блока начальных классов отделения номер два Троицкого лицея. В связи с ростом населения в Троицке будет построена новая школа на 2100 мест. Проект уже разработан. В 2022 году новая современная школа распахнет свои двери для учащихся. Планируем строить большую школу на 2100 мест, уникальную школу. Проект этой школы получил приз премиум мэра Москвы и тоже в ближайшем будущем начнет этот проект реализовываться. Думаю, мы через два года получим новую школу. И это мало того, что улучшит условия обучения наших детей. Классы немножко станут поменьше и сможем более качественно проводить сам процесс обучения. Но вот эта новая школа, мне кажется, она создаст новые возможности для того, чтобы каким-то образом образовательный процесс сделать более современным, соответствующим тому времени, в котором мы живем. Я, конечно, хотя и сторонник традиционного образования, но тем не менее, конечно, время все равно подносит свои изменения и появляются новые предметы в школах, появляются новые технологические различные инновации, да, и которым надо соответствовать и школе в первую очередь, потому что школа готовит как раз тех людей, которые в будущем будут работать в экономике нашей страны. За 8 лет, которые Троицк входит в состав Москвы, в городе были открыты подстанция скорой медицинской помощи, многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг, спортивно-досуговый центр «Резиденция», торговый центр «Леруа Мерлен», торговый комплекс «Лента» и другие объекты. Реализуется программа реновации. В Троицке в нее вошли 17 домов. Строительство первых новых домов завершится уже в ближайшее время. Начала реализовываться в городе программа реновации. Жители 17 домов, которые вошли в эту программу, улучшат свои жилищные условия. Сейчас наша главная задача не ухудшить жилищные условия тем людям, которые не стали участвовать в программе реновации и остались жить в своих домах. Поэтому в этих домах будет проведен капитальный ремонт, а на месте снесенных будут построены дома, которые бы не диссонировали с теми микрорайонами, в которых они будут расположены. Поэтому сейчас этим занимаемся. В 2019 году в Троицке прошло электронное голосование по вопросу размещения конечной станции метрополитена. Горожане должны были определиться, где, по их мнению, необходимо остановить ветку метро – на 38-м километре Калужского шоссе или в границах Троицка. Жители проголосовали за то, чтобы эта станция была расположена. Сейчас проводятся исследования возможностей такой. Делается проект планировки. Вот скоро уже геодезисты приступят к своей работе, которые будут изучать почву и грунты для того, чтобы дать заключение, насколько возможно завести под землей сюда, в наш город, станцию метро. Если такое будет возможно, то она появится на Октябрьском проспекте недалеко от Академической площади. Вот. Если такое не будет возможно, то тогда ближайшая станция метро будет в Атутенках в районе 38-го километра, где сейчас перекресток эстакада Калужского шоссе. Поэтому метро все равно будет близко к Троицку. Это значительно улучшит сообщения с Москвой. Это, конечно, очень приятно. Кроме того, надо все-таки улучшать дорожную обстановку в самом городе. И на сегодняшний день проводятся и готовятся к реализации большие проекты дорожного строительства. Сейчас заканчивается улица Черенкова. В этом году начнется строительство выезда, продолжение Октябрьского проспекта в сторону Калужского шоссе, выезд на 38-м километре, реконструкция улицы Заречная. И заканчивается проектирование продолжения уже улицы Черенкова в район, в южную часть города, в район 42-го километра с выездом на 42-м километре и развязкой. И дальше туда, в южную часть города, где у нас бизнес-парк «Аспирант» и «Техноспарк». Расположены улицы промышленные. Поэтому дорожное строительство тоже очень важно для того, чтобы в городе уменьшить количество пробок. Здесь, конечно, много мелких локальных решений, которые еще на самом деле предстоит и с жителями обсуждать, и в рамках генерального плана, и с проектировщиками, и бороться за выделение средств на их реализацию. Отсутствие крупных промышленных предприятий и большое количество зеленых массивов позволили сохранить в Троицке экологически благоприятную среду. Сегодня в Троицке есть все условия для плодотворной работы, комфортной жизни и дальнейшего развития. А значит, нынешним школьникам в будущем предстоит реализовать множество проектов, которые сделают город Троицк еще лучше. Ну, на самом деле, за 8 лет сделано очень много, но еще больше предстоит сделать. Впереди еще очень много работы, и я думаю, что старшие школьники, которые сейчас учатся, они уже даже смогут принять участие в реализации многих проектов, которые будут здесь у нас на территории города происходить. Школьники вообще в принципе могут высказывать свое мнение по поводу тех или иных проектов, потому что когда они подрастут, когда они закончат школу, они уже будут жить вот именно в той среде, которая будет создана вот за эти годы. Поэтому всех поздравляю с начала нового учебного года. Сложный прошлый учебный год, окончание его было очень сложным. Я надеюсь, что мы будем все здоровы, и ничто не помешает нам нормально учиться. Все-таки, конечно, очное образование, оно лучше, чем дистанционное, на мой взгляд. И когда ты со своими одноклассниками, когда с учителями можешь пообщаться напрямую, это очень правильно и полезно. Поэтому всем желаю здоровья и будьте аккуратны, будьте, соблюдайте все правила. Тогда это позволит нам нормально провести весь учебный процесс. С днем знаний!